Продолжение следует... Из его благословенной сиры, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы посмотреть, как он воспитывал своих благородных сподвижников на вере, богобоязненности и искренности. И на этой великой акиде, которая принесла благословенные плоды, да будет доволен имя Аллах. Сподвижники, радаи Аллаху ангум, всегда ставили свою религию выше своей жизни и своего имущества. На битву при Бадре вышел Абдуррахман ибн Абибакр. Абдуррахман ибн Абибакр принял ислам позже, во время Худайбейского перемирия. И вот он вышел и сказал, «Кто выйдет против меня?» И против него вышел Абубакр, его отец. Это ведь нелегко. Отец, который переживает за своего сына, плачет из-за страданий своего ребёнка, выходит против него и говорит, «Я выхожу с тобой на поединок, я выйду против тебя». Пророк сказал, «Мы очень довольны тобой, о Абубакр, но не выходи». Также из этой уммы вышел Абу Аббайда, Амир ибн Аль-Джаррах, хранителя этой уммы. А против него вышел его отец и начал преследовать его. Куда бы он ни отошёл, отец его преследовал. И, наконец, отец нанёс ему ранение, пытаясь убить его. И когда ранений у Абу Аббайды, да будет довольный им Аллах, стало слишком много, он развернулся и убил отца. Всевышний Аллах сказал, «Среди тех, кто верует в Аллаха и последний день, ты не найдёшь людей, которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и Его посланником, даже если это будут их отцы, сыновья, братья или родственники». Аллах начертал в их сердцах веру и укрепил их духом от Него. Это были важнейшие случаи, которые указывали на дружбу и ненависть ради Аллаха. Другой случай произошёл с Мусабом ибн Умайром. Его брат Абу Азейз ибн Умайр попал в плен. И Мусаб ибн Умайр проходил мимо своего пленного брата, который был в руках мусульман, и сказал ансару, который пленил его, «Крепко держи его! Воистину у его матери много денег, то есть его мать даст за него выкуп». Абу Азейз взглянул на своего брата и сказал, «И вот так ты себя ведёшь со своим братом?» Мусаб ответил ему, «Он мой брат, а не ты, то есть он мой брат, с которым меня связывает Ислам, меня связывает с ним Кур'ан, меня связывает с ним пророк, алейс-саляту вассалям. Род и происхождение мусульманина — это его религия. Абу Ляхаб — дядя пророка, алейс-саляту вассалям. И где он? Да пропадут пропадом руки Абу Ляхаба, и сам он пропал, не спасло его богатство и то, что он приобрёл. Ислам возвысил Сальмана Аль-Фариси и унизил многобожие злостного многобожника Абу Ляхаба, который был дядей пророка, алейс-саляту вассалям. Другой случай. Случай верности. Верности. Пророк, алейс-саляту вассалям, был верным даже с многобожниками. Абуль Бахтари ибн Хишам. Один из лидеров многобожников. Пророк, алейс-саляту вассалям, сказал сподвижникам перед битвой при Бадре, «Если вы увидите Абуль Бахтари, то не убивайте его». Но ведь он вышел против нас. Нет, не убивайте его. Почему? Этот человек был самым невраждебным человеком пророку, когда он был ещё в Мекке, алейс-саляту вассалям. Он не издевался над пророком, не бил его. Никто никогда не слышал от него что-то, что порочило бы пророка, алейс-саляту вассалям. И когда пророку объявили бойкот, он был из тех, кто порвал лист договором. А пророк, алейс-саляту вассалям, был верным к тому, кто был на его стороне. Он сказал, «Если вы его увидите, то не убивайте». В сражении участвовал Аль-Муджадзар ибн Зияд, рады Аллаху анху. Он нашёл Абуль Бахтари ибн Хишама и сказал ему, «Отойди от нас. Воистину пророк, алейс-саляту вассалям, запретил нам убивать тебя». Тот спросил, «А мой друг?» Он ответил, «А вот твоего друга мы убьём». Тот воскликнул, «Нет ей, Богу!» То есть люди иногда, даже будучи в неверии, обладали благородством, обладали принципами. Он сказал, «Нет ей, Богу! Я не хочу, чтобы женщины Мекки говорили, что я оставил своего друга, а сам отошёл, защищая свою жизнь». Потом он начал засчитывать стихотворный бейт. «Не сдаст сын свободной женщины друга своего, пока не умрёт или не найдёт выхода для него». «Не сдаст сын свободной друга своего, пока не умрёт или не найдёт выхода для него». И они начали сражаться. И Абуль Бахтари вместе со своим другом были убиты. Были убиты руками сподвижников, рады Аллаху анху. Другим событием стало участие ангелов в этой битве. Ангелы, рады Аллаху анху, участвовали в битве вместе с мусульманами. Всевышний Аллах сказал относительно этого, «Аллах уже оказал вам поддержку при Бадре, когда вы были слабы. Бойтесь же Аллаха, быть может, вы будете благодарны». Вот и сказал верующим, «Разве вам недостаточно того, что ваш Господь неспосылает вам в помощь три тысячи ангелов? Конечно, да. Если же вы будете терпеливы и богобоязнены, и если враги нападут на вас прямо сейчас, то ваш Господь поможет вам пятью тысячами меченых ангелов». Рок, алейсаляту вассалям, рассказал нам, что ангелы участвовали в этой битве. И убитого ангелами можно было узнать по аяту, «Рубите им головы и рубите им все пальцы». Один из подвижников сказал, «Когда мы были в пылу сражения и обелся с одним из многобожников, внезапно я услышал звук кнута сверху, и всадника, который кричал, «Вперед, Хайзум!» Ученые сказали, что Хайзум — это кличка лошади, на которой был ангел. Он рассказывает, «Я обернулся и посмотрел на многобожника передо мной и увидел, как кнут отсек ему нос, и он лежал без сознания». Это был случай участия ангелов, аль-Аббас ибн Абдул-Муталиб, дядя пророка, был человеком высоким и крупного телосложения. Он попал в плен к одному из ансаров. И тот привел его пророку, и сказал, «Я Расуль Аллах, я пленил его». Аль-Аббас ответил, «Клянусь Аллахом, не он меня пленил, меня пленил человек такой-то и такой-то внешности, на пестром коне. Так что это не он меня пленил». Тот возразил, «Нет, это я его пленил». Рок, алей-саляту вассалям, повернулся к ансару и сказал, «Воистину Аллах поддержал тебя благородным ангелом». Вот такими должны быть мусульмане. Они создают причины, а результат после этого дает им Аллах, субхану ва-та'аля. Другой случай связан с Умайей ибн-Халифом. Помните его историю? Когда он выходил, рок, алей-саляту вассалям, сказал, что мусульмане убьют его. Когда битва завершилась, пришел Абдурахман ибн-Ауф, и он собирал трофей. Собирал кольчуги и оружие. Умайя ибн-Халиф повернулся к нему, обратился к нему. Абдурахман ибн-Ауф до ислама носил имя Абдуамр. А когда он принял ислам, то взял себе имя Абдурахман. Умайя ибн-Халиф сказал, «Я не буду называть тебя Абдурахманом, я не знаю никакого Рахмана. Но если ты так же не хочешь, чтобы я назвал тебя Абдуамр, значит, я буду называть тебя Абдулилях». И он назвал его Абдулилях. И когда он увидел, как тот собирает кольчуги, он сказал, «Тебе не понадобится молоко? Это всего лишь доспехи. Если ты пленишь меня, то я дам тебе все, что ты хочешь». Тот сказал, «Конечно». И выбросил доспехи и мечи, взял Умайя ибн-Халифа и его сына. И когда он шел, его увидел Беляль, рады Аллаху анху. Он увидел Умайя ибн-Халифа и вспомнил те мучения, он вспомнил те страдания, вспомнил, как его таскали по раскаленному песку Мекки, про тот день, про тот камень, который положили на его спину. Вспомнил детей, которые волокли его по улицам Мекки. И Беляль воскликнул, «Я не спасусь, если он спасся». «Я не спасусь, если он спасся». Тогда Абдурахман ибн-Ауф сказал, «Отойди, Беляль, это мой пленник». Беляль крикнул, «О, ансары Аллаха!» Он взывал к ансарам, «Это Умайя ибн-Халиф, это тот, о котором я вам рассказывал, как он меня истязал». Они сказали, «Мы не спасемся, если он спасся». И они начали бить его мечами, пока не убили. Абдурахман ибн-Ауф сказал, «Да смилуется Аллах над Белялем». «Пропали мои кольчуги, и он лишил меня моего пленника». И трофеев я лишился, и этого пленника. Этого пленника тоже я потерял. Это было одно из событий, которые произошли в этой битве. Также великое событие произошло с Укаши ибн Мехсаном, Рады Аллаху Анху. Укаша сражался так свирепо, что поломался его меч. Это были герои, да будет Аллах доволен ими. Когда его меч сломался, он пошел к пророку, алейсаляту вассалям. У сподвижников не было с собой ни лишнего оружия, ни снаряжения. Он крикнул, «Я, Расуль Аллах, мой меч сломался». Тот ответил, «Возьми это, деревяшка, кусок деревяшки». Тот взял и не стал возмущаться, мол, «Как я буду с ним сражаться?» Он взял, встряхнул его, и он превратился в длинный меч. И это было из чудес пророка, алейсаляту вассалям. И этот меч оставался с токашей, рады Аллаху Анху, до тех пор, пока он не стал шахидом в год вероотступничества. Он назывался Аун. Он назвал его Аун, то есть помощь. И он был длинным и белым. Это было одно из чудес пророка, алейсаляту вассалям. Давайте закончим на истории символа многобожия. Это Абуджахль. Тот, который собирал людей, чтобы покончить с пророком, алейсаляту вассалям. Абуджахль шел, пока не добрался до места сражения. Абдурахман имн Ауф рассказывает, «Когда я был на сражении, справа от меня стоял мальчик, и слева от меня тоже стоял мальчик. И первый из них спросил меня, «Дядя, где Абуджахль?» Я спросил, «А что вам от него надо?» Он ответил, «Я слышал, что он оскорбляет пророка, алейсаляту вассалям. Клянусь Аллахом, если я его увижу, я не успокоюсь до тех пор, пока не убью его». Я повернулся к другому, и тот сказал мне то же самое. Я ответил им, «Видите, вон того человека, вокруг которого собрались многобожники, и его называют Абуль-Хакамом, до которого трудно добраться». Они ответили, «Да». Они подкрались к нему. Один из них ударил его и отсек ему ногу. Потом у одного из них, да будет доволен имя Аллах, у одного из этих юношей отсекли руку. Он получил удар по плечу от Икрымы, и его рука была отсечена и осталась висеть на коже. Он говорил, «Я продолжал сражаться, а эта рука болталась на мне». Говорит, «Я посмотрел». Это молодой юноша. Ему было не больше 15-18 лет. Он положил свою руку на землю, поставил на нее ногу и, оторвав ее, пошел сражаться дальше. Потому что у них была цель. Они жертвовали с тобой ради «Ла Иляха Илля Аллах». Абуджахль получил несколько ранений. Оба юноша пришли к пророку, алейсалату вассалям. Один из них, необходимо упомянуть их имена, потому что они достойны упоминания, ведь они покончили с врагом Аллаха и его посланника. Муаз ибн Амр ибн Джамух и Муаз ибн Афра, да будет доволен ими обоими Аллах. Каждый из них сказал, «О, посланник Аллаха, я убил его». Пророк сказал, «Покажите мне ваши мечи». Пророк алейсалату вассалям посмотрел на мечи и сказал, «Вы оба его убили». Ибн Масуд пришел к пророку, алейсалату вассалям, и узнав об этом, отправился на его поиски. Он нашел его на последнем издыхании. И Абдуллах ибн Масуд забрался на него. Вспомните из сиры этого сподвижника. Ведь они презирали его. Называли его как? Пастухом овец. Они презирали его. Абуджахль избивал ибн Масуда. Избивал очень сильно. А сейчас уже он забрался на его грудь и стоял на нем. И говорит ему, то есть Абдуллах ибн Масуд говорит Абуджахлю, «Аллах унизил тебя, о враг Аллаха!» Абуджахль, не открывая глаз, спросил его, «Чем же это он меня унизил? Меня убил не мой враг, а мои товарищи». Тогда ибн Масуд, Ради Аллаху Анху, покончил с ним. Он отправился к пророку, алей саляту вассалям, и сказал, «О посланник Аллаха, я убил Абуджахля». Пророк воскликнул, «О Аллах!» Тот сказал, «Клянусь Аллахом, я убил его». Тогда пророк, алей саляту вассалям, пошел с ним, пошел к тому, кто унижал пророка и мучил его, мучил его сподвижников. Пророк, алей саляту вассалям, встал у обезглавленного трупа Абуджахля и сказал, «Это фараон этой общины! Это фараон этой общины!» Поэтому мы в завершение говорим, «Какой бы долгой ни была темная ночь, все равно наступит утро. Что бы ни делали враги, их концом будет смерть». Рассвет наступает только после того, как пройдет темная ночь. «И утро наступает только после ухода ночной тьмы. Благо может быть и от зла, польза может быть и от вреда. Завершенный день порождает каждый новый день». Всевышний Аллах говорит в Своей книге, «Быть может, вам неприятно то, что является благом для вас, и быть может, вы любите то, что является злом для вас. Аллах знает, а вы не знаете. Быть может, за горем, пережитым ночью, утром придет скорое спасение, страхи пройдут, разобьются оковы, и несчастного вдруг постигнет везение. О Аллах, Господь всех Господ, создающий причины, сотворивший Свои творения из земли, о Великий и Возвышенный, и всякая вещь унижается перед Тобой за Твоего величия и покоряется Тебе. О Аллах, мы просим у Тебя счастливой жизни, смерти шахида и победы над врагами. О Аллах, так же, как Ты объединил нас в этом благословенном собрании для поминания Твоего пророка алейсаляту вассалям, объедини нас с Ним в райских садах. О Аллах, приведи нас к Его водоему и напои нас из Его благородной руки, чтобы мы больше никогда не почувствовали жажды. О Аллах, облегчи нам наши дела и отведи от нас трудности. О Аллах, не удерживай от нас Твоего блага из-за нашего зла. О Господь миров! О Аллах, не удерживай от нас Твоего блага из-за нашего зла. О Аллах, сокрой нас под землей. О Аллах, сокрой нас над землей. Сокрой нас под землей и сокрой нас день расчета. О Аллах, облегчи нам наши дела, избавь нас от нашего горя и раскрой наши груди. О Аллах, сделай нас из тех, кто возвышает И возвысь нас этими словами и сделай их последними словами в нашей жизни. Облегчи, о Господь, наши дела и избавь нас от горести. О Аллах, сделай нас довольными и будь доволен нами. О Аллах, сделай нас довольными и будь доволен нами. О Аллах, сделай нас довольными и будь доволен нами. О Аллах, не ставь между нами и нашим уделом кого-либо кроме Тебя. О Аллах, не ставь между нами и нашим уделом кого-либо кроме Тебя. О Аллах, не сделай нас зависимыми от кого-либо кроме Тебя. И сделай нас наиболее других Твоих рабов, нуждающимися в Тебе. «О Господь миров! Мы надеемся на Твою милость! Мы надеемся на Твою милость! Мы надеемся на Твою милость! Так не предоставляй нас самим себе ни на мгновение ока, ни на меньше этого! Не то мы погибнем! Пречистуй Господь, Господь величия, от того, что Ему приписывают. Мир всем посланникам и хвала Аллаху Господу миров!» Субтитры создавал DimaTorzok